И сегодня на этом почетном месте у нас в гостях солист Новосибирского музыкального театра Роман Ромашов. Доброе утро! Доброе утро! Здрасте! Как признали зрители, самый многогранный актер Новосибирского музыкального театра. Все правильно я сказал? Ну, наверное. Это ж зрители так признатые. Это зрители, не я. Ну и сразу давайте в бой, да, Роман? А какой репертуар поете в душе? Ох ты! О! Да. Такого вопроса даже я не ожидал. А что? Я предпочитаю ванну вообще, если честно. Ну, хорошо, ванны. Там же хорошая акустика. Или артисты не поют дома? Знаете, когда я был студентом, пел. Когда учился в школе, пел, а сейчас перестал. А какой репертуар? Классический или что-то такое? Забирай меня скорее. Группу Браво очень любил. Когда был Валерий Сюткин, там просто обожал. Я ее пел всегда, везде, при любом случае и любом поводе. Ну да, кстати, я сейчас прислал на меня. То, что надо. Да-да-да-да-да. Ах эта девчонка, 16 лет, спешит на концерт, ей нельзя опоздать. Это была первая песня, которую я услышал. И тогда появился как раз видеомагнитофон. И это была первая песня, которую я просто записал на видеомагнитофон. И слушал, слушал, слушал ее. А потом узнал, что у этой группы есть еще другие песни. Ну да, там же еще Жанна Гузарева была. Это, нет, тогда ее уже не было. Нет, это понятно. Я к тому, что репертуар с ней еще был. И вот оказалось, что эта песня первая и группа на всю жизнь как-то. И вот она вот через всю жизнь у меня проходит. Нравится Браво? Очень. Скажем так, это все-таки рок-н-ролл? Да. Другой рок-н-ролл, ну, как-то прохладно. А вот Браво обожаю. Хорошо. Давайте пофантазируем, Роман. Если бы не актерская профессия, в какой области вы могли бы работать и достигнуть успеха? Просто давайте представим. Наверняка же, ну, может быть, думали даже. Конечно, думал. Я и актером-то никогда не собирался становиться. Тем более. У меня по мужской линии и отец, и дед, и прадед все были военными. Все служили, все офицеры. Поэтому кроме военной службы я себя нигде и не видел. То есть с детства как бы готовился, что обязательно военное училище. Но из-за того, что зрение очень плохое, военное училище не взяли. Пришлось срочно выбирать другую профессию. Можно было совместить. Да, я потом уже узнал, что, оказывается, есть военные дирижеры, где тоже можно было в консерваторию поступить. Опять же, Хорси Вотан, да? И другие военные ансамбли. Это я уже думал после консерватории куда идти. В театр или все-таки воплотить мечту детства и связать жизнь с армией. Но выбрал театр. И не пожалел. Нет, не пожалел. Я пожалел только в одном случае, в том плане, что все-таки военный хор, оркестр, они постоянно разъезжают. То есть у них постоянно гастроли, у них какие-то мероприятия, они то там, то там, то там. Театры в данный момент времени все-таки не так часто ездят, как в советское время было. У меня просто мама работала в театре, а артистка и балета, и поэтому все детство у меня прошло на гастролях. То есть до советское время еще мы объездили, ну, весь Союз. От Владивостока до Украины, туда Беларусь. Поэтому, как бы для меня актерская профессия, она была, о, это те, кто тоже разъезжает. То есть постоянные гастроли, постоянная смена места, постоянные какие-то новые впечатления. Но, к сожалению, сейчас театры не так часто ездят, как хотелось бы. А мне интересно, чем занимается ребенок, артиста, когда на гастролях где-то находитесь? Просто бегаете по театру, в котором выступаете, и все. Да, и в спектаклях. Портите декорации, да? Да, и в спектаклях выходили, детей брали на гастроли, они постоянно участвовали в спектаклях. Ой, сынок, откуда у тебя эта шпага? Да там я просто узнал. Да, 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 да. Примерно так и было. На сцене бывают различные какие-то казусы, да? Ну, не знаю, там, забыли тексты, или там не выходит парк-палер. Да, да. Как выходите из таких вот подобных ситуаций? Ну, я пошел, пошел, пошел. Бывает и так. Ну, где ж ты, Василий, мы тебя ждем. Бывает и так. Бывает и так. Буквально недавно была Сильва, где партнер забыл выйти, и пришлось звать на весь театр. Бонни! Бонни, не хочешь ли ты присоединиться? В это время помрешь, которая сидит возле пульта, она кричит, Вадик, Вадик, на сцену! Вот. И прибежал Бонни, выскочил, пошли дальше играть. Мне кажется, даже проще выйти из такой ситуации именно артисту музыкального театра, потому что можно, ну, что-то из своего... Покричать, попеть, танцевать. Да-да-да-да, или я ошибаюсь. Нет, наверное, все-таки да, потому что в драматическом театре там у нас все цепляет одно за другое. У нас, конечно, как бы есть, есть где вдохнуть, продохнуть. Симпровизировать. Да, симпровизировать. В этом плане у нас по-другому. Давайте послушаем рекламу совсем чуть-чуть, и потом продолжим наш разговор. У нас в гостях, напомню, солист Новосибирского музыкального театра Роман Ромашов. Роман, что, по-вашему, главное для артиста музыкального театра? Голос, не знаю, владеть своим телом, хореография или харизма нужна какая-то? Наверное, все вместе, потому что только в комплексе можно чего-то добиться, скажем так. В любой роли, даже в классике, надо и петь, и танцевать, и владеть телом, ну, и везением, наверное, без этого никуда. Ну, хореографию мы не сможем посмотреть. У нас радио, да. Мы видим, что вы харизматичный человек, и хотим еще и услышать ваш голос. Пожалуйста, спойте нам что-нибудь. Что это будет? Из Марицы кусочек Арии Тасива маленький. Хорошо, хорошо. Эй, цыган, эй, цыган, больше огня! Струны рви песнею звенья! Вот это да! Сейчас у меня это, у меня просто уши заложило. Как я не старался, я в начале эфира говорю, Роман, вы отойдите только подальше. Роман отошел подальше, но у меня все равно все зашкаляло на пульте. Ой, хорошо. Мы, как люди, работающие на радио, дома, ну, радио обычно не слушаем. Те, кто работают на телевидении, наши коллеги, они обычно телевизор не смотрят. Вы ходите в театр в свободное время? К сожалению, только на фестивалях или когда куда-нибудь приглашают. Вот выезжаем на Золотую маску, я обязательно стараюсь попасть на какие-нибудь спектакли в Москве. Когда приглашали в Минск на фестиваль, там посмотрел несколько спектаклей. В Екатеринбург я ездил на конкурс, там посмотрел несколько спектаклей. Последние спектакли в Новосибирске я даже не вспомню, когда смотрел. Наверное, даже в студенчестве. То есть, сапожник без сапог. Не, ну, все равно вы так... Ну, что подтверждает статистику, которую ты сейчас перечислил, Саша? Да, то есть в Новосибирске, к сожалению, не получается. То есть, это постоянно работа, работа, работа. Если у нас нет спектакля, значит, у нас репетиция. Если у нас нет репетиции, значит, у нас уроки с дирижерами. Или просто уроки с концертмейстерами. То есть, постоянно, постоянно на работе. Из дерзких профессий. Вы ровно из Новосибирска? Нет? Сложный вопрос. Вот так. Отец у меня был военный. Поэтому родился я в Улан-Удэ. Потом мы переехали в Лжевск. Потом мы переехали в Казахстан. Потом мы переехали в Омск. Родины, как бы, я считаю, Омск. Потому что в Омске я пошел в школу. Заканчивал школу уже в Новосибирске. Поэтому теперь я, как бы, новосибирец с омскими корнями. Но в Новосибирске есть любимое место? Любимое место? Где любите гулять? В Зельцовске. Где поклонницы могут встретить Романа Ромашова? В Зельцовский парк. В Зельцовский парк. Да, в последнее время... Ну да, большая территория, можно потеряться. Да, да, да. Особенно, когда уйдешь с этих дорожек туда, в лес, в сторону. Или зоопарка с ботсадом, или еще дальше можно уйти. Там чудесное место для прогулок. Пешочком или, может, на велосипеде? Пешочком. Пешочком. В жизни как-то применяли свои актерские навыки? Не знаю, там, может быть, помогали другу сиренаду спеть под балконом? Нет, к сожалению, никто не звал. С удовольствием бы помог. Слушай, ну это первое, что приходит в голову. Вот если бы мы дружили, вот у меня был товарищ, я бы обязательно... Это так оригинально в наше время, понимаешь? Как сказал Яковлев в фильме «Ирония судьбы» или с легким паром, мы перестали делать глупости. Да. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. В основном в жизни это проявляется в том, что, Рома, надо позвать кого-то, крикни погромче. Вот так. Из разряда пацаны кто умеет свистеть, да? Во дворе свистните, там не нужно девушку из пацана позвать. Какие премьеры готовятся? О, премьеры у нас готовятся чудесные. Это хороший ответ. Это о многом говорит. Во-первых, мы продолжаем нашу итальянскую тему, на которую получили грант. Это вы про «Римские каникулы» говорите, да? Была последняя премьера «Римские каникулы». Шикарный спектакль. Я, извиняюсь, сначала скажу про предыдущую, потому что на самом деле этот спектакль у меня настолько задел, что я ходил сначала на прогоны и, как в каком-то фильме говорил, рыдал вот такими слезами. И от музыки, и от того, как играют ребята, и от того, что я не занят в этом спектакле. Потому что спектакль настолько чудесный получился с шикарной музыкой нашего композитора Новосибирского Кротова, с очень хорошей режиссурой, с шикарными балетными номерами танцевальными. И вот продолжая эту тему, сейчас вторая у нас готова... Мне прям стыдно сейчас стало. Я так... Я так... Правда, очень надо. Вот рекомендую. Вот на самом деле сейчас это, наверное, один из самых лучших спектаклей наших. Потому что он вкупе, там все. И сейчас мы продолжаем итальянскую тему. Ночь в Венеции. Это что? Это не менее знаменитый композитор, только это Кротов, римские каникулы, а это Штраус, сын. Ночь в Венеции. Классика. Вот с таким непонятным клубком запутанным сюжетов. Комедия положений, грубо говоря. Когда там подмены, 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 подмены. Все время мы читали. Ну, посмеяться, прийти, отдохнуть, это самое то будет. Плюс хорошие костюмы. Надеюсь, хорошая режиссура и хореография тоже будут. Римские каникулы, ведь можно посмотреть, есть экранизация, да? Да, есть фильм такой. По поводу Ночь в Венеции. Есть фильм, он, конечно, не очень знаменитый. Есть. Вообще, это классика, которая ставится не так часто. По многим причинам. И одна из которых, допустим, там много теноров. Тенор это самый высокий, ну, один из самых высоких мужских голосов. Поэтому петь сложно. Поэтому немногие театры решаются взяться за этот материал. У нас, слава богу, петь есть кому. Поэтому мы решились взять за этот материал. И надеюсь, что получится очень хорошо и эффектно. Мы тоже надеемся и всех приглашаем заранее на эту премьеру. Но хотим еще кое-что от вас услышать. Не связано еще сказал, но тем не менее. Хотел перейти к истории, которую мы хотим услышать от вас, которая произошла с вами в жизни. То есть не на сцене, а в жизни. А, она на сцене, но в жизни. На сцене и в жизни. Все, я запутался, ладно. Есть у нас такой чудесный спектакль «Сильва», где я исполняю Эдвина. Роль Эдвина. Его наверняка все знают. Сейчас напою. «Помнишь ли ты, помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?» Ну, это на слуху, но в любом случае. Да, у меня на телефоне на звонке стоит. Да, да, да. Самое начало спектакля мы играли со Светой Склеминой. Ну, это оперетта. Это все вот такими большими жестами, широкими движениями. Сердце колыхается. И первый наш дуэт. Мы бросаемся друг к другу навстречу. Я немножко не рассчитал. Мы сталкиваемся лбами с партнершей. Я отлетаю назад, еле удерживаюсь на ногах и понимаю, что от этого столкновения лбами у меня вылетел весь текст, который я должен петь. Музыка уже идет. Мне надо вступать, а я ничего не помню. Я Свете губами говорю, «Света, я текст забыл». И получается так. Она мне начинает подсказывать, я пою. Она дальше подсказывает, я пою. Подсказывает, пою. Кое-как выбрались. Второй акт этого же спектакля. Работал у нас артист Дима Аверин. Тут мы не стукались лбами, но произошла в какой-то момент такая штука, что он начал говорить мой текст, а я начал говорить его текст. И мы говорили, говорили, а так как всегда знаешь текст партнера, и тут мы соображаем, что мы говорим друг за друга. И что подозрительно смеется оркестр, подозрительно смеется Сильва, которая стоит, она уже согнулась просто от хохота. Зрители смеются на первых рядах. Мы сообразили, что мы говорим чужой текст, и тоже уже просто остановились. Есть даже видео этого. Обнялись, просмеялись и пошли играть дальше, уже говоря каждый свой текст. У нас так постоянно в эфире, вы знаете. Самый многогранный актер Новосибирского музыкального театра Роман Ромашов. У нас был в гостях. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Спасибо за творчество. Явлина Ларина.